так идем дальше во время святения была погода не ледная допчел отсюда наблюдения но я не отрицаю ветровое пыление отрицал кое-кто с погонами так Александр Выборг снова пишет опять подождем ничего третий час на исходе мы даже за границей не вышли своих этих планов расписания так медовая не лежит несколько дней вата я не знаю в прошлом году был первый рожай сожрали не дожидаясь лежит не лежит вата не вата съели да и все просто съели так ну что кажется все может быть быстренько прощаться пока никто ничего не пишет тогда я повторяю следующий раз встретимся опять понедельник я еще объясняю почему нас мало у нас было знаете как мы долго думали с Сафроном вот я думаю как ну что же будем делать сейчас многие смотрят записи то есть они даже не заморачиваются их сейчас с нами нет они потом посмотрим вот а мы переживали что суббота ну как без сериал ну как без концертов воскресенье ну как без концертов да пятница там кто ковен смотрит кто это самое в общем и мы решили не портить вам выходные дни выбрали понедельник вечером ну что такое понедельник вечером усталость вот некоторые надо после выходных о нем работая похмелиться всякое бывает вы же живые люди правильно вот и получается нас меньше чем мы хотели бы и все таки решили выходные дни когда у человека вроде свободное время это еще вечер выходного дня мы решили вам не портить вот отсюда и посещаемость вот отсюда и так спасибо за вебинар вот видите мы заработали спасибо так ну что Олег я буду отключаться нет опять вы пишете а я все равно вас пересижу раз вы пишете я подожду кому надо тот сам отключится 3 часа не каждый год она высидеть а поделин николай пишет так ну пишите пишите контора пишет будем соревноваться пошел четвертый час все по четыре часа выгодами проводили никто не умер ну вот так Олег нас мало потому что наши методы создаваться не популярны в массе люди привезли как все а дело в том что не по этому я с вами не согласен наверное они бы делали бы по нашему если бы знали что всю эту дурь выполнять не надо представляете осенью перекопать весь сад это никакие ворота не было осенью искалечить деревья я говорю следовать этим получается пятьдесят сто веток они показывают там вот так вот горизонтали и показывают десять двадцать веток а попробуйте теперь в этом самом вот так вот проекция проекция это получается не пять десять а пятьдесят сто и человек подходит дереву и это все ветки отрезал которые вниз а их двадцать все ветки отрезал которые внутрь специально внутрь чтобы сохранить крону крышу дерева потому что под этим комфорт всему живому отрезал еще двадцать а они перекрещиваются специально чтобы полностью закрыть крону еще двадцать отрезал и это перед зимой а потом еще надо все волчки они жируют еще сорок и скажем годы их больше и больше становится а их и больше и больше а он всех бы рад если бы кто-то объяснил что-то не надо этого делать отставьте дерево в покое оно потом под рожжами раскроется для солнца откроется для этого самого для опыления раскроется придет время по отношению не колесе но они этого не знают потому что ведь мы им даем мы с вами вот мы с вами даем им шанс не простой шанс шанс превратить каторгу в отдых в отдых превратить понимаете а этого не происходит они просто не знают не потому что не привыкли да и что вот то что я объяснил любой поймет но он же не видит этого вот тут вы правы он этого не видит так Пандерин благодарю было много полезного ой слава богу я переживал потому что когда я говорил что надо дать людям землю а у вас то уже есть земля да нет у кого 10 соток может и гектар бы взял так что видимо я не зря распинался что надо это всей стране дать землю наказать людей много уже это людей которые не способны ни на что кроме халявы дать им халяву дать им землю не важно что продаст раз продаст кто то купит и уже вместо гектара два гектара обиходит и второго алкаша купит три гектара обиходит но это будут сады чтобы вот так вот через три года я это самое я выброшу все эти кости в то время появятся другие так векула нас мало потому что в магазинах привозные яблоки перски есть не было бы искали бы выход из дефицита да это есть и хуже другое предатели много предатели тех кто вот эти привозные яблоки не бракуют на содержание нитратов и прочего раз вот предатели те кто это не мешает завозить не только фрукты яблоки перски но и саженцы которые сто процентов погибнут и это предатели вот предатели тех кто вот это все все это мошенники невероятнейшее вся страна такое ощущение стала принцип мы вас там обманули а вы нас тут кто-то покупает эту отраву кто-то покупает ту отраву в сумме все отравлены так Лобасов соглашусь с Олегом сколько не говорю людям про другую технику меня смотрят не понимаешь ну и ладно я тоже соглашусь с Олегом даже обещаем это золотые горы вот а поехали дальше Виталий спасибо я больше не подхожу к дереву с секатором но раньше грешен нет особое обстоятельство придется подойти к секаторам все бывает но дерево не просит чтобы вы его это улучшали его так Мезинов часто нам на моей проповеди с одного сего не отвечает что так никто не делает и все глупо и ты умный я говорю хорошо я готов с грамотином соревноваться вооружая да сейчас с кем соревноваться то все наверное больше никто не пишет а мне стало грустно расставаться вот расписались наконец-то а то я боялся что это уже все думал никому еще не надо нормально получился разговор я доволен вот вот прощаемся ненадолго ровно на неделю вот и все равно надежда на то что нету других вариантов сомневались нету да Олег Олегович ваша задача вырастить сто двести тысячи этих самых саженцев персика все моя задача распространить хотя никто не хочет участвовать в этом нет заказывает у меня чернеки заказывает но мало 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 нет наших людей там где можно было бы кто-то взял масло и тряхнул а купли уже за десять тысяч по всем школам а пусть они потом по каждой школе по тысяче костик сказать это ваш шанс у вас учителя биологии полчаса надо за полчаса можно научить чтобы эти учителя уже правильно посадили костик посадили и забыли а там все получится то кто тряхнет что это а беден опять пишет ну давайте подождем не успел исключиться я теперь ждем вот часто а нет это уже было а жена говорит что в кусте ваших абрикосов не пробовали что вы что вы вы бы видели как за раз съедают ведро я думаю плохо станет нет ничего говорят еще хотим так что я верю вашей жене вот они действительно вкусные они действительно настоящие вы знаете они 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 созреяли люди же не знают что им продают те которые доспевали уже где-то в темноте в этих самых ящиках вот какой там вкус господи сливы огромные вот эти вот лучше крупнее моих абрикосов не бывает а вот сливы бывают тут уж я завидую до 120 до 140 грамм есть то невозможно только здорово и все ну что Олег закончили мы с вами нет а нет а жена у нее в лидере дар небес у меня королев ну дар небес европеец для меня это середачок как автомобиль жигуль а вот королевский это мерседес ну вы поняли я про автопром сравнив вот но все равно приятно дар небес у него есть своя изюминка ну королевский ну что сказать ну то он и королевский и вот с царским путаю вот есть царский но это середачок а королевский француз он это просто чудо что так ладно Лобасов пишет опять я не успел отключиться ждем четвертый час идет так за неврочное время что мне полагается так так а спасибо еще пишет еще подождем ну Кому надо тот отключился Ничего страшного Мы всех не держим У нас демократия Что смеетесь Правда я сам читал в газетах У нас в стране демократия Да да я читал На заборе было написано Так Ага Лобасов А вы не давали задание Савинись или не определить Научственные методы В уровне суховестности в плодах Знаете Определяло не определяло Я не знаю Я такого задания не давал Еще раз говорю Я человек простой У меня методы есть на уровне 5 копеек Объясняю Еще раз У меня 3 Уровня сахариста Первый Кисло-сладкий Второй Сладкий Третий Сладший Поцелуев Поняли да Вот Более то есть А то Дайте мне весь расклад Сколько там сахара Сколько там Витамина С Сколько там Этим самым Как Крахм Ух А я повторяю Кисло-сладкий Сладкий Кисло-сладкий Поцелуев Так Теперь Я не шучу Я правду Это говорю Теперь Олег У одних Терри сортов На разных почках Отличается вкус Ну в принципе Это Признавал Мичурин Признавал На Примере С Владимирской Вишни Шикарные Крупные Кустные Плоды Владимирской Области Переезд На соседнюю Область Вдруг Кислятина Вот это Я узнал От Мичурина Вот А так как У меня Не было возможности Сравнить На разных Почвах Какая Есть Почта Есть Поэтому Я просто Соглашусь С Олегом Мизином И с Мичуриным Скоро И все равно Их стоять Рядом Будем Мичурина Запятая Мизином Запятая Макаров Запятая Вот Алексейка Запятая Ну Железов Сергей Запятая Вот так Вот будет Поэтому Я Вам поверю Олег И Мичурину Что на разных Почках Разный вкус Так Людмила Поротникова Почему Крыму Привать Персик На лучу А на что же Вы плевать Персик На персик Он самый Не морозостойкий Вы знаете Я не говорю Что в этом причина Наверное Существует Какая-то Традиция Одно поколение Персик На лучу Взяли Ветки персика Снова На лучу С полученных Саженцев Даже не обязательно Ждав Плоотношения Ну И получается По Мичурину По железу И четвертое Пятое Поколение И вот уже Персик На луче Чувствует себя Превосходно Вот А луча Для меня Луча Это та же слива Я вообще Их не различаю Вот Просто разновидные сливы Ладно бы терн Тернослива А луча Она достаточно Все культурная Вот И наверное Есть такое Понятие Традиции Вот Дальше И дело Пошло Второе Третье Поколение Следующее Уже Более 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 Срось Более Качественно Сращивается Чем больше Биологическая Совместимость Допустим Догнали До 100% Все Больше Можно не мечтать Тогда никогда Не погибнет уже От Отторжения А это очень важно Чтобы не было Отторжения Она бывает Сразу мертвая Прививка На другой год А может на пятый год Отторжения быть А здесь Наверное Это дань традиции Наверное Было много Поколений Персик на лучу Персик на лучу И все И нормально Вот А персик на персик Ну меньше Морозостойкости Чем персик на персик Нет Уже Калыча Всегда Даже южная Калыча Она все равно Будет из градусов Более Морозостойко Чем персик И естественно Может быть Когда-то И поэтому И начали На лучу Привать Приучили Калыче И теперь Отторжения нет А у себя До отец Как градусов А в Крыму Было Минус 30 Пусть раз Там 100 лет Но было Представляю Какие там Были потери Так Олег Мезинов Людмила В Украине Очень много питомников Используют Хасанский И его родственников На подвой А косточки Аучи Банально Дешевле Ну Тоже Вот Как Очень Рассуждение Прекрасно Выглядит Спора Нет И это Тоже Надо Брать Во внимание Костики Аучи Банально Дешевле Да и Скорее всего Получают Дерево Смотрите Как оно Облеплено Плодами Вот Там Одной Хватит Чтобы вырастить Сотни Сотни Этих Самых А персик И знаете Плоды Весь каприз Не знаю Сегодня Завтра Нет Год Пропустим Как Ты будешь Персик На персик Плевать Если у тебя Плоды Отношения Неравномерные Не ежегодные А Вначале Это Как Сорняк Так Идем Дальше И Все Приехали Ага Олег 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 Вот Это Мне Молоко Надо За вредность Чертый Час А мне 72 Года Я Шучу Давайте Пишите Я Всегда У вас Пересижу Спасибо за субтитры Они Подвои Готовы Покупают Что дешевле На то и Прививают Скорее всего Разделение Туда Существует Кто Подвоев Новорачивает Продает Тем Кто Берет Прививает И Высаживает Сразу Нормально Я согласен Ну Ну Про Про Сейчас Забудем Нет Вот Давайте Так Пока Никто Ничего Не Пишет Я Помашу Вам Рукой До свидания Друзья Молодцы Что Натерпели До Конца Вот И Расстаю С вами На Неделю До свидания Спокойной Ночи Всем Удачи Всем Садов Вот Подключайте Родственников Подключайте Друзей Соседи Вот Надо Подключаться Начинается Война С неверностом Вот Надо Начинать Война С неверностом Я устал В одиночку Бороться До свидания